На неделю Азербайджан и Армения установили первый пограничный столб в современной истории двух стран. Лед тронулся, состоялся успешный старт делимитации границы. Стороны договорились, что в процессе делимитации будут основываться на Алматинской декларации 1991 года. По окончании всех процессов границу будут охранять погранвойска Азербайджана и Армении. Этому событию предшествовало решение официального Еревана вернуть украденное. Четыре села на границе, которые были захвачены армянской стороной в период Первой Карабахской войны, они перешли под юрисдикцию законного владельца. Мы близки к мирному договору, как никогда раньше. Теперь у нас есть общее понимание того, как должно выглядеть мирное соглашение. Нам нужно только обсудить детали. Обеим сторонам нужно время. У нас обоих есть политическая воля сделать это. Ильхам Алиев считает вполне реалистичным достижение мирного соглашения с Арменией до ноября этого года. По мнению президента Азербайджана, для этого надо работать от души. Достижение согласия между Азербайджаном и Арменией до конференции по изменению климата КОП-29, которая пройдет в Баку в ноябре, по крайней мере по базовым принципам, кажется вполне реалистичным. А в дальнейшем можно потратить время на детализацию положений. К тому времени проект соглашения может даже быть готов, считая, что для этого обе стороны должны просто работать от души. Российские эксперты настроены не столь оптимистично. Делимитация, демаркация границы – процесс долгий, трудоемкий и сложный. Да, границу можно чертить и после подписания мирного договора, но именно пограничный вопрос остается самым сложным, способным сорвать прямые армяно-азербайджанские переговоры. Эта работа трудная, нелегкая. В истории любого государства делимитация и демаркация у нас сопровождаются и кризисами, и политическими, да и военными мы видим это. Сделать это в одной части, к сожалению, не представляется возможным. И тут надо набраться обеим сторонам терпения. Демаркация будет сопровождаться тоже такими возможными подрывами. Мы уже это видим со стороны французов, немцев или американцев. Не верю ни одному моему слову, поэтому надо положиться на собственные усилия Азербайджана и Армении спокойно делать эту работу. Если же будут обращаться к некоторой политике, к тем людям или тем государствам, которые я назвал, то, значит, либо они не хотят проводить эту работу искренне и честно, либо они хотят с их помощью провести те самые силовые линии, которые все равно не будут справедливы и никого не устроятся. Во всяком случае, я вижу, что Азербайджан пытается честно эту работу проводить, без всяких обращений в этой работе к каким-то там посредникам. Работа не требует особо посредничества, разве что только если эти посредники там предоставляют пары и карты. Давайте подождем, потому что пока мы еще не знаем, что сделает Ереван, какую провокацию могут сделать. Пока это еще слишком ненадежный и неустойчивый процесс. Когда ему кажется, что НАТО ему оказывает поддержку, он начинает делать воинственные заявления. Когда он понимает, что НАТО ради него не будет начинать большой конфликт, он сразу идет на победу. На фоне успехов на границе внутри Армении в разгаре уличные протесты. Местные жители перекрыли автодороги местного значения в Тавушской области, дорогу в Грузию, а также автотрассу Ереван-Сиван. Правоохранительные органы были вынуждены провести задержание для разблокирования дорог. А тем временем традиционное факельное шествие радикалов, посвященное 109-й годовщине геноцида армян, началось сожжение флагов Азербайджана и Турции. Шествие организовал Молодежный союз армянской революционной федерации Дашнак Цутюн. В нем приняли участие бывший президент Армении Серж Сарксян и представители оппозиции. Радикалы сейчас главная внутренняя сила, которая противостоит премьеру Пашиняну в его стремлении наладить отношения с Азербайджаном. Сам же Пашинян выступил с призывом к армянам мира, не жить историческими травмами, а двигаться вперед к новой реальности. Пашинян дал понять, что долгое время Армения выстраивала отношения с другими государствами через призму прошлых обид и потрясений. Даже сегодня мы воспринимаем мир, окружающий нас среду, самих себя, под преобладающим влиянием душевного потрясения от геноцида. И мы не преодолели это потрясение. Это значит, что, будучи международно признанным государством, мы часто строим свои отношения и конкурируем с другими странами и международным сообществом в состоянии душевного потрясения. И именно поэтому порой нам не удается правильно разграничивать реалии и факторы, исторические процессы и прогнозируемые горизонты. Еще один барьер на пути к мирному договору — транспортные коммуникации, которые Ереван пока не хочет разблокировать, несмотря на трехсторонние мирные договоренности. Зангизурский коридор не упоминается в трехстороннем заявлении. Однако там прописано, что между восточной частью Азербайджана и Нахчеваном должно быть дорожное сообщение, контроль над которым должны обеспечивать российские пограничники. Официально Ереван уже более трех лет нарушает это положение, а теперь и вовсе хочет его отменить. Однако это невозможно. Такое отношение, конечно, очень разочаровывает. И здесь складывается конфликтная ситуация. Алиев выступает за участие России в этом процессе, а Пашинян при поддержке Запада хочет выдавить Россию с Южного Кавказа. Премьер Армении уже запустил процесс вывода российских пограничников с территории Армении, где они охраняли границы десятилетиями. Москва и Баку против вмешательства чужаков в дела региона, а также призывают Ереван выполнять обещания, скрепленные подписью. Путин и Алиев слово держат, а вот Пашинян ищет поддержки извне, чтобы обнулить договоренности. Но история показывает, что такие попытки всегда выходили Армении боком. Ереван терял больше, чем приобретал.